МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, в эфире новости в студии Василия Радченко. Якутск – один из лучших городов России. Об этом в нашей студии заявил известный блогер и путешественник Илья Варламов. По его словам, республика должна стать туристическим центром России. Когда люди приезжают в Россию, у них что, иностранцы, Байкал, Москва, Петербург, Камчатка, еще какие-то такие разрекламенные регионы. Номер один должен выйти. Я был на Байкале, был недавно на Камчатке, близко не стоит. Надо всех везти сюда, конечно, что зимой прорубь, баня, строганина, вечная мерзлота, мамонты – это же вообще супер, особенно для иностранцев. В закон об определении порядка и методики возмещения убытков коренным и малочисленным народам в результате нанесенного ущерба среди их обитания внесут поправки. Согласно закону, методика определения убытков и ущерба устанавливается правительством России. В то время высказывается опасение, что методика не будет учитывать региональные особенности. В настоящее время Якутии разрабатывается собственная методика с учетом опыта проведенных экспертиз в рамках республиканского закона об этнологической экспертизе. Есть определенные сложности, потому что мы единственный субъект пока в Российской Федерации. И наш опыт семьи пристально под лупо изучается не только федеральными органами госвласти, но и представителями субъектов, где и проживают представители коренных народов. И, безусловно, в первую очередь, тот опыт, который наработан у нас в республике, он будет использоваться на федеральном уровне, то есть при принятии и разработке нормативно-правого акта. И наши представители органов госвласти работают в министерствах, ведомствах, в Государственной Думе и Совете Федерации с тем, чтобы тот опыт уникальный, на самом деле, был учтен при разработке федерального акта. В Алданском районе 80 выпускников детского дома получат квартиры в этом году. В очереди на жилье стояли почти 150 человек. Как реализуется программа предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также о вопросе качества новостроек, наш следующий сюжет. Осенью Витя Гольков отправится в садик, а мама выйдет на работу. Алена – пекарь-кондитер. Глава семьи Иван работает на золотодобывающем предприятии. Алена и Иван вместе выросли. Их детство прошло в Алданском детском доме. Квартиру в новенькой трехэтажке Иван получил год назад. По программе обеспечения жильем детей-сирот. С новосельем жизнь семьи изменилась. В лучшую сторону, конечно, и уже себе мебель приобретаешь, и планы. Сейчас уже в отпуск выйду, ремонт уже думаем делать. Психонечку сейчас смотрели, ничего не вылезло, ничего не вылезло. Ну да, свежий же дом. Алена Николаева работает в распределительной сетевой компании. Аня тоже выпускница детского дома и в настоящее время стоит в очереди на получение жилья. Сейчас Анна с трехлетним сынишкой снимают квартиру. Когда состоится новоселье, девушка не загадывает. У меня по факту вообще заселение на 2018 год. Но в связи с бюджетом республики такого по факту не произойдет. Максимум, сказали, чисто теоретически ждать еще два года. В Алданском районе по программе обеспечения жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в очереди стоят почти 150 человек. В этом году в рамках программы планируется строительство трех домов, в которых квартиры получат 80 семей. В настоящее время 80 квартир у нас должно быть построено. Но обычно в течение года бюджет республики, он корректируется в зависимости от фактической потребности. И я рассчитываю, что все-таки в течение года финансирование Алданского района будет увеличено. Качество новостроек, возводимых по программе обеспечения жильем детей-сирот, вопрос не праздный. И в Алданском районе ему уделяется особое внимание. Гарантийный срок домов составляет пять лет. И обнаруженные технические нарушения застройщики, согласно обязательствам, устраняют. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, Алдан. Борьба с раком станет главным приоритетом регионального здравоохранения в этом году. В Сахатеатре прошла акция, посвященная Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями. Десятки врачей провели прием граждан по различным видам медицинских услуг. Горожане смогли в одном месте за короткое время посетить сразу нескольких специалистов, пройти УЗИ и получить консультацию онколога. Продолжит Серглана Захарова. Предупрежден, значит вооружен. Ранняя диагностика рака может спасти человеку жизнь. Акция помогает людям в один день в одном месте получить консультации сразу нескольких специалистов и пройти обследование на предмет наличия онкологических образований. В поликлиниках все равно такое не пройдешь. Очень часто отфутболивают в поликлиниках, все нормально говорят. А здесь вот даже выявили уже, просто при осмотре уже обнаружили. Это хорошо, конечно. Там в больницу не идем, тут-то ничего сразу, на прием ходим. Все прошло вроде бы. Но есть там нарушения, конечно. Не без этого. Года-то уже не те, не молодые. Хорошо очень. Время получилось, выиграл в пятую поликлинику, там идти потом. И тут меня побаливает это. Получил четкую консультацию. Поток желающих проверить свое здоровье немал, но врачи успевают уделить внимание каждому. Прием ведем как обычно. Пациенты в основном возрастные, можно сказать. Больше всего наблюдается пациент с раком легкого, желудок, молочной железы. Акция посвящена Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями. В последнее время мы все чаще слышим о заболевших среди представителей молодого поколения. Однако, как говорят в Минздраве Республики, уровень выявляемости рака среди молодежи остается таким же, как это было, например, лет 10 назад. Но, несмотря на это, не успокаивает общая статистика. Якутия на втором месте по количеству онкологических заболеваний. По поручению министра здравоохранения Хлопкова Михаила Горыча, 2018 год, мы его обозначаем для себя как и приоритетным направлением по выявлению онкологической патологии. По итогам прошлогодней акции у 20 человек выявили злокачественное образование и еще у 100 предраковое состояние. Сейчас же специалисты направили уже более 100 человек на дополнительные обследования с подозрением на онкологию. И это не может не пугать. И это еще раз доказывает актуальность и необходимость таких мероприятий. Саргалана Захарова, Григорий Охлопков, НВК Саха, Якутск. Новые аппараты электронного медосмотра облегчили работу фельдшерам в Ленске. Система полностью автоматизирована и способна проводить медосмотры сотрудников в считанные минуты. Новшество в первую очередь ориентировано на водителей. Все подробности у наших коллег. Водитель сейчас проходит послесменный осмотр, послерейсовый. Он предъявляет информацию, считывается штрих-код, где указаны его персональные данные и сверяется фотография. Потом замер давления, алкотестер, проверка реакции зрачков. Осмотр завершен чуть больше, чем за минуту. Итак, два раза в день, утром и вечером. Новые аппараты ЭСМО, электронная система медицинских осмотров, выдают допуск к работе и проверяют состояние водителя в конце трудового дня. Все данные высвечиваются на мониторе у фельдшера. Его участие в осмотре минимально, а качество обследования возросло. Здесь, во-первых, больше перечень исследований более детальных, так как здесь появилась пупелометрия. Это замер реакции и ширины зрачка. Во-вторых, это исключило возможность субъективной оценки неправильной. То есть здесь смотрит аппарат более точный, электронный. На каждого водителя в специальной программе заводится карточка. Здесь данные за весь период наблюдения. По ним можно решить, есть ли повод задуматься о дополнительном осмотре врачом-терапевтом или санаторно-курортном лечении. Такие рекомендации может дать врач, если заметит отклонение от нормы. Ежедневный осмотр проходят все водители. Поэтому аппараты установлены в базе механизации Ленского отделения ОМТС и двух автобазах. Год мы на них работаем уже. Но они себя показали с хорошей стороны. Без столпотворения. Два аппарата. Очень удобно. Раньше мы ввели документацию, заполняли журналы, тут же измеряли давление, все вручную. Подсчитывали пульс, определяли алкоголь. Сейчас у нас, конечно, все это упростилось. Аппараты предназначены для массового использования. Количество исследований в день не ограничено. Я, конечно, не водитель специальной карточки у меня нет. Впрочем, как и у половины сотрудников предприятия, кому не нужно проходить предрейсовый осмотр. Зато любой из них может прийти сюда, измерить свои давления и пульс. Следить за здоровьем легко. ЭСМО – российская разработка. Делают аппараты в Перми, но продают за рубеж. Точность и качество ценятся везде. Олеся Васева, Сергей Частный, телеканал «Алмазный край». Почта России ввела электронную подпись для получателей посылок и заказных писем. Она позволит не заполнять бумажную квитанцию для каждого отправления. Достаточно будет назвать код из СМС. Сейчас сервис заработал в Москве. Согласно нововведениям, клиенту надо будет один раз предъявить в почтовом отделении паспорт и заполнить регистрационную форму с указанием паспортных данных и номером мобильного телефона. После этого больше не придется заполнять бумажные извещения. В Центре национальных видов спорта прошли состязания по масс-рестлингу. Турнир собрал более 100 участников из 12 команд, представляющих столицу и районы республики. Со всеми подробностями Петр Говоров. Перед вами открытый турнир города Якутска по масс-рестлингу под названием «Золотая палка». Участников 108 из 12 команд. 1979 год. Комната студенческого общежития номер 13 на Сергеляхе. Именно так начинались первые соревнования по масс-рестлингу. И вот там было нас сначала участников человек 10. Энтузиасты мы собрались. До этого мы встречались между собой. Всякие свои приемы придумывали потом. И вот решили в 1979 году весной турнир свой организовать. Турнир имеет чисто мужской характер. Без женщин, юношей и ветеранов. К участию допускаются спортсмены 2000 года рождения и старше. Всего 8 весовых категорий, начиная от 60 и заканчивая настоящими богатырями. Свыше 105 килограммов. Какое-то время брал перерыв, но сейчас решил испытать себя снова. Подготовился хорошо. Вместе сготовился. У всех тренировок именно по масс-рестлингу. Я хочу выделить Мигалкина Айсена из Усалтанского Уса. Он тоже сейчас тянется в 60 килограмм. Вот твой самый такой соперник. Ну да. Название турнира выбрано не случайно. Первым победителям вручали статуэтку двух спортсменов, перетягивающих палку красного цвета. Так зародилась традиция, которая сегодня собирает лучших масс-рестлеров республики. Американец Брайан Бис в Якутии учится по обмену и уже год воодушевленно занимается этим новым для себя видом спорта. Уже учился много. Я думаю, конечно, техники нужно получше и еще сил у меня не хватает. Но это интересный спорт. Золотая палка – один из первых турниров по масс-рестлингу республиканского масштаба. Соревнования проходят без перерыва и собирают новых и новых талантливых спортсменов. Петр Говоров, Георгий Григорьев, Якутск. На этом все. Мы следим за развитием событий. А еще больше актуальной информации вы найдете на нашем сайте ekt24.tv. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. КОНЕЦ